Это можно назвать сенсацией областного масштаба. На региональной сессии никогда не отклоняли уже подготовленный законопроект. Кнопку «За» не нажали сегодня сразу 20 человек. Судя по количеству присутствующих, среди них были даже представители «Единой России». Чтобы принять закон о капитальных ремонтах, не хватило всего одного голоса. Каждый депутат имеет свое мнение, поэтому они сегодня высказали. И действительно, закон, мы по сегодняшнему единому пониманию, по голосованию видим, что он требует доработки. Вице-губернатор Руслан Губайдулин, он курирует в регионе сферу ЖКХ, буквально на коленке объясняет журналистам, чем грозит такое голосование. Регион может не получить на следующий год деньги с федерального бюджета на переселение из-за аварийного ветхого жилья. Во всех регионах Российской Федерации закон принимается с трудом, потому что политические партии, которые нудируют на этом общественном мнении, заработают все политические очки, естественно, очень приятно на этом заработать политические очки. Но депутаты непреклонны. Дополнительные траты на капитальный ремонт в среднем 5,5 рублей с квадратного метра могут стать для многих непосильными. Коммунисты настаивают, денег от продажи нефти и газа достаточно, чтобы решить проблему без участия населения. Там идет конкретный шантаж, с чем мы категорически не согласны. Мы говорим, откуда взять деньги. И говорим, причем это на федеральном уровне и здесь, сейчас объясняем. Когда выйдут на площадь 30 тысяч жителей Липецкой области, кто будет им объяснять, за что с них взымают эту плату. Либерал-демократов неприятно удивило то, в какой спешке принимался законопроект, ведь он, по сути, главный в этом году. Он вообще должен был обсуждаться как минимум за год. Должна была быть полная прозрачная схема. Кто будет отвечать за эти деньги, какие структуры, какой бюджет. Ничего этого мы не увидели. Бабушка сегодня продолжит платить все свои платежи, хотя, понимая, собираемость будет не больше 50%, и она не получит свой ремонт. Закон, который расколол региональный парламент, теперь отправят на доработку. Но в кулуарах уже начали говорить о том, что, возможно, следующая сессия будет внеочередной. И там сенсации, скорее всего, не случится. Татьяна Ермишина, Олег Голобоков, ТВК Новости.